Ситуация с отоплением в Уктыле нормализовалась. Фиксируются только отдельные обращения граждан. Сами жители города отмечают, что сдвига в коммунальном вопросе они не добились бы без помощи главы КОМИ Владимира Уйба. О поэтапном решении проблемы в коммунальном комплексе города Газовиков глава рассказал в ходе прямой линии. На сегодняшний день два отопительных котла работают в штатном режиме, третий котел резервный, его сейчас ремонтируют. Также закуплен новый котел для горячего водоснабжения. На сегодняшний день результат работы нашей тепловой компании, конечно, радует. Потому что, несмотря на то, что было в том году, положительные результаты есть. В домах тепло, горячая вода. То есть, по крайней мере, работа видна и не только мне, но и всем жителям города Уктыла. Звучал на прямой линии вопрос ремонта домов культуры. К столетию республики планировалось привести в порядок сотню из них. План перевыполнили. На сегодняшний день обновлено 168 клубов ИДК. До конца года сдадут еще один в Обьячево Прилузского района. В планах на ближайшее будущее привести в порядок еще столько же. Глава КОМИ отметил, ему очень важно и приятно, что у жителей республики потребность в местах культуры наравне с больницами и ФАПами. Уже одобрена заявка Министерством культуры. В следующем году у нас будет обновление материально-технической базы в Доме культуры в село Чухо. СМЕ-то подразумевает, что мы будем там также заменять звуковое оборудование, световое, закупать театральные кресла. У них там, как бы скажем, вообще как бы театральных кресел нет, у них там как кожаные стулья. Это будет очень хорошее дело, что мы купим эти театральные кресла. И также планируется поширка сценических костюмов. Межадорский дом культуры – это место притяжения сельчан. Концертные программы на каждое мероприятие. Около 20 кружков и секций для детей. Здание 1978 года постройки требовало обновления. Самое масштабное состоялось в прошлом году. В 2020 году по направлению проекта «Местный дом культуры» у нас было выполнено укрепление материальной базы в нашем доме культуры. В ходе работ были установлены новые удобные кресла в зрительном зале, заменена офисная мебель, звуковое и световое оборудование и одежда сцены. На следующий год мы ждем замены дверей. Также в прошлом году у нас были заменены окна на пластиковые. Сельчане отмечают, что такое масштабное обновление домов культуры заставляет их смотреть в будущее с оптимизмом.